добрый день добрый день дорогие друзья мы начинаем очередной вебинар портала директ академия и для начала давайте проверим хорошо ли у нас со связью видно ли слышно видно ли рабочий стол поставьте пожалуйста плюсики в чат отлично спасибо все хорошо сегодня у нас в гостях анастасия похорукова с очень важной для всех темой особенно для тех кому приходится делать презентации делать это достаточно часто но прежде чем мы пригласим анастасию к нам сюда небольшой анализ и небольшая полезная информация в начале вебинара я размещала ссылки на ресурсы портал директ академии повторю их сейчас сюда чат уже убежал первая ссылка ведет на расписание наших вебинаров на текущий год можно заранее заходить выбирать интересующие вас темы и записываться запись этого вебинара она появится через несколько дней на нашем видеоканале на ютюбе на него ведет вторая ссылка и там же размещены в свободном доступе все записи всех вебинаров директ академии всем кто интересуется онлайн обучением третья ссылка эта страница наших онлайн курсов их ассортимент постоянно расширяет с каждым днем их становится все больше темы самые разнообразные каждый может найти что-то полезное для себя и четвертая ссылка ведет на страницу объясняющую как приобрести сертификат после посещения вебинара сертификаты будут сформированы в течение этого вебинара и выдано ближе к его окончанию и небольшой анонс ближайших трех вебинаров сегодня у нас пятница два дня выходных а с понедельника мы начинаем очередную серию очередную вебинарную неделю 10 февраля нас ждет вебинар от любви крышенинниковой сертифицированного онлайн преподавателя лауреат конкурса от кранч и борт и руководители магистратуры тьютерства в цифровой образовательной среде тема вебинара владеваем иностранными языками обучаясь на образовательных порталах во вторник будет вебинар марии такмяниной психолога автора и ведущего тренингов по детско-родительским отношениям и методист проекта единая промышленная карта вебинар будет посвящен играм занятия в педагогической песочнице как средство социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста это наш традиционный цикл новое поколение и 12 февраля вебинар от нашего постоянного ведущего руководителя учебно-методического центра компании директ медиа постоянного ведущего наших вебинаров павла юрьевича калиникова вебинар новинка компании директ медиа арт-библиотека обширный корпус литературы об искусстве в арт-портале вот такие события нас ожидают в начале следующей недели а сейчас мне хотелось бы пригласить анастасию похорукову для проведения нашей сегодняшней встречи день и наши сегодняшней встречи анастасия добрый день добрый день уважаемые коллеги сегодня про основы типографики я думаю это очень важная тема для всех кто занимается презентациями обучениями кто что-то пытается рассказать не только голосом но и делать учебные пособия учебные тетради как обычно вы можете задавать вопросы сразу по ходу вебинара если вопросы появятся после проведения вебинара я отвечу на них в чате ну а для начала давайте небольшую такую разминку попробуем посчитать шрифты на следующем слайде сколько на этом слайде разных шрифтов когда мы говорим о шрифтах мы обычно подразумеваем одно и то же семейство но это неправильно каждое разное начертание идет за отдельный шрифт и правильный ответ здесь три шрифта первый которым написан сам текст второй которым сделан акцент и третий шрифт это шрифт логотипа в данном случае можно не не считать шрифт логотипа потому что логотип небольшой и не бросается в глаза можно смело отвечать что здесь использовано два основных шрифта а вот на этом примере посмотрите какой логотип он крупный заметный находится близко к тексту и сам по себе состоит из двух различных шрифтов сколько всего теперь шрифтов на слайде оказалось так 7 5 9 1 2 3 4 5 6 7 цифры и подпись графика написаны одним и тем же шрифтом то есть малейшие различия в шрифтах изменения высоты например на два три пункта изменения цвета считываются нашими студентами нашими учениками как новый шрифт даже небольшие различия которые кажутся нам незначимыми на самом деле подсознательно воспринимается и чем меньше разница между двумя шрифтами тем больше нашим пользователям кажется что где-то дизайнер слайда ошибся то есть небольшие отличия воспринимаются как ошибка большие отличия воспринимаются как сознательный прием ну и напоследок еще один простой вариант здесь использовано три шрифта но при этом они выделены разными цветами то есть светло-серый шрифт черный и красный вариант какой из них бросается в глаза больше черный или красный и почему по контрасту с каким вот как основной шрифт мы воспринимаем серый да и по контрасту с ним кажется акцент не именно черный шрифт потому что действительно вы правильно заметили черный ближе к центру и кажется акцент на нем хотя автор слайда пытался подчеркнуть именно слова изменения что встречи прогулки и исследования ведут к изменению нет это не тест опрос это этапы городских прогулок то есть что идет зачем как автор продумывает городские прогулки и к чему они должны привести то есть здесь автор пытался сказать что вот эти вот прогулки должны привести к изменениям а получилось что он сделал акцент на самих прогулках что это встречи и исследования давайте начнем с самого простого какие требования к шрифта мы с вами предъявляем собственно зачем нам шрифт нужен почему мы не можем просто взять ариал и заполнить им все слайды в принципе шрифт на самом деле очень даже неплохой существует два интересных мнения в первую очередь это люди считают что шрифт это элемент дизайна и он должен притягивать и направлять взгляд то есть вот удобочитаемость а это второе мнение что шрифт в этом случае вспомогательный инструмент и главная его задача это обеспеченный комфорт читать его должно быть удобно студенту должно быть удобно шрифт не должен отвлекать и я часто слышу спор между вот этими вот двумя мнениями что важнее шрифт как дизайн или шрифт как инструмент для чтения но если мы будем формулировать вот именно так определение мы можем наверное спорить для бесконечности я вот например за элемент дизайна могу привести очень много аргументов точно так же как и вы можете привести много аргументов в пользу шрифта как инструмента давайте я сейчас немного переформулирую вот эти два утверждения смотрите что у нас получается шрифт заголовка это элемент дизайна он притягивает и направляет взгляд мы помним что заголовок у нас это точка входа в информацию именно на заголовке 4 цепляется первый раз читатель и заголовок направляет взгляд к остальному тексту а вот шрифт текста это вспомогательный инструмент он не должен подтягивать внимание он не должен отвлекать на себя и сам по он обеспечивает комфортное чтение без заголовках мы не сможем завлечь читателя в текст нам в любом случае нужна вот эта основная главная мысль которая притягивает читателя и ведет его к себе смотрите теперь у нас получились два утверждения которые между собой уже не спорят а давайте добавим к ним третье теперь у нас появляется третий элемент это шрифт акцента контрастный выделяет значимое вот в тех примерах которые я показывала выше у нас было выделение цвета выделение жирностью в первом слайде а это акцент акценты занимают небольшое пространство слайда 10 20 процентов текста это акцент столько самое значимое только самое основное иногда мы выделяем шрифтом сразу целое предложение но не больше никакой абзац не может быть сам по себе акцентом обычно это одно слово определение или термин или какое-то словосочетание максимум предложения но ни в коем случае не больше итак у нас сейчас получается что для комфортной работы с текстом нам нужно три типа шрифта это будет заголовок это будет шрифт основного текста и это будет шрифт который мы используем для акцентов и вот теперь следующий вопрос к вам а сколько тогда шрифтов нам нужно получается что нам нужно три шрифта и у нас получится шрифтовая тройка но про тройку немного позже да два плюс один наверное это самый верный вариант чем эти шрифты будут отличаться друг от друга шрифт заголовка он очень контрастный крупный и выразительный он должен хорошо считываться на большом расстоянии даже возьмем такой вариант что вы готовите какую-то выставку в библиотеке в школе в учебном заведении размещаете на стене какую-то информацию и проходящий мимо человек должен очень быстро считать шрифт заголовка поэтому крупный выразительный и очень очень контрастный шрифт текста наоборот нейтральный удобный и незаметный наши глаза должны легко скользить по этому тексту а когда разрабатывали шрифты для печати и когда разрабатывали шрифты для экранов использовали совершенно разные способы шрифт для печати вырезался вот это вот литеры металлические литеры которые для того чтобы легче было вырезать они имели специальные элементы засечки когда разрабатывали шрифты для экрана дизайнеры обратили внимание что засечки наоборот замедляют чтение это лишние элементы за которые цепляются глаза и поэтому экранные шрифты не имеет никаких маленьких таких дополнительных элементов как в книгах для книг используются шрифты с засечками для экрана шрифты без засечками также обратили внимание дизайнеры что легче считывать слова когда буквы имеют определенный процент двуносных элементов то есть вот буква б у нее есть хвости которые выделяются над строчкой точно так же у буквы у есть хвости которые уже выделяются под строкой вот такие вот маленькие детали позволяют легче считывать слова одно и то же слово слова соседи не сливаются с друг с другом они очень легко выделяются в тексте и нам проще найти на экране какое-то нужное слово поэтому для экранов используются специальные шрифты гротесковые шрифты если использовать термины у которых нет засечек и у которых форма слов уникальна за счет выносных элементов для шрифта акцента нам тоже нужны нейтральные и удобные шрифты в конце концов мы их используем точно так же внутри текста а не как отдельные заголовки не как не как отдельные декоративные слова но этот шрифт акцента должен быть контрастным поэтому мы можем работать как с тремя шрифтами отдельный шрифт для заголовка отдельный для текста акцента или еще один вариант отдельный шрифт для заголовка и акцента и второй вариант для текста какой бы вы вариант не выбрали у вас в итоге получится шрифтовая тройка набор из тех шрифтов которые подходят для ваших целей и задач вот такая вот шрифтовая тройка это тот набор который используется внутри одного продукта если вы работаете например как я с вебинарами вы можете для каждого вебинара подбирать отдельную шрифтовую тройку отвечающую задачам вебинара если у вас идет онлайн курс то шрифтовая тройка лучше всего должна подбираться для всего курса и затем оставаться неизменной довольно быстро наши пользователи привыкают к обозначению заголовков одним шрифтом акцентов другим шрифтом и уже начинают подсознательно воспринимать о чем он говорит тот или иной элемент текста поэтому если вы работаете с курсами лучше выбирать одну и ту же шрифтовую тройку на протяжении всего курса такие же шрифтовые тройки используются и в брендбуках крупных компаний для оформления сайтов печатной продукции визиток точно также дизайнер подбирает шрифтовую тройку и она будет неизменной на протяжении всего вот всего времени существования брендбука когда идет редизайн шрифты как правило обновляют потому что появляются более современные более удобные более подходящие итак шрифтовая тройка это набор как правило из двух шрифтов один из которых используется в двух начертаниях то есть один из шрифтов мы берем в двух разных вариантов мы привыкли вообще не то что мы привыкли а вот офисный пакет приучил нас к тому что шрифт это какой-то один вариант начертания на самом деле это не так шрифт это семейство начертаний то есть сразу набор не из нескольких вариантов написания одних и тех же букв хорошие шрифты хорошие шрифтовые семейства начинаются от девяти разных начертаний и это как раз нам дает ту возможность ту гибкость использования шрифтов в своих работах давайте сейчас посмотрим на ту шрифтовую тройку которую я использовала в этом в этой презентации довольно простой вариант отдельный декоративный шрифт для заголовка и один шрифт для текста и для акцента акцент выделен более жирным более насыщенным шрифтом почему я называю этот вариант простым потому что проще всего вот такие вот декоративные шрифты использовать для заголовков и только для них сам по себе шрифт конечно симпатичный он очень такой характерный но при этом он плохо читаемый и можно написать заголовок два три слова одну максимум две строчки но использовать его целиком в тексте нежелательно поэтому это простой вариант один шрифт для заголовка один шрифт в разных начертаниях для всего остального я подписала какой именно шрифт и с какими параметрами я использую и вот это как раз real для того чтобы отличался от выбранной мной шрифтовой тройки заголовок это декоративный шрифт шнобель размер 80 пунктов текст написан шрифтом proxima nova видите вот эта вот повторяющаяся часть это название шрифтового семейства начертанием condensate regular и во втором случае extra condensate black если бы все дизайнеры называли бы свои шрифты и начертания своих шрифтов унифицировано у нас с вами не было бы никаких проблем но дело в том что только наверное шрифты google font имеют унифицированные такие названия так и дизайнер может использовать в принципе любые и например вместо обозначения regular который говорит о том что это шрифт обычной насыщенности дизайнер может решить что этот шрифт будет например обозначаться normal и вы никогда вот так вот без специальных знаний не сможете провести параллель normal и regular какой из них жирнее какой из них тоньше а sim и light это одно и то же или разные начертания поэтому к сожалению вот то как дизайнер называет свои шрифты очень сильно мешает в нашей работе но тем не менее сначала у нас идет название шрифта потом у нас идет обозначение его начертания в этом случае condensate regular говорит о том что у нас шрифт обычной насыщенности буквы немного сжаты а extra condensate black говорит о том что у нас шрифт очень насыщенный очень черный и при этом буквы сильно сжаты расстояние между буквами сделано меньше и сами буквы немного более худые и в конце третье обозначение это у нас размер шрифта с одной стороны размер шрифта это очень важный принцип с другой стороны точно так же вы никогда не сможете по размеру шрифта понять сколько места он будет занимать в пространстве потому что одни и те же шрифты в одно и то же семейство шрифтов будет одинаковым по высоте а разные шрифты например шнобель 80 пунктов и тоже проксимонова 80 пунктов будут занимать разное место на строке и вот это вот отсутствие унификации это конечно большая беда всей шрифтовой отрасли давайте попробуем поменять немного в наших начертаниях я оставлю те же самые размеры шрифта но изменю само семейство например это будет ленинград конкурсив 80 пунктов это тоже декоративный шрифт для заголовков и для текста я возьму кушка про а в акценте я изменю его жирность он был медиум станет болт и покрашу в красный цвет вроде бы все просто вот такой вариант у меня получится если сейчас я вернусь к прежнему к прежнему слайду вы увидите насколько большая разница между шрифтами хотя у них вроде бы и там и там 80 пунктов то есть вот размер шрифта и вот размер шрифта тот и тот это ровно 80 пунктов нет теперь акцент в тексте дается за счет цвета хотя насыщенность я тоже немного изменила буквы стали немного толще но акцент нам дает как раз сам красный цвет и так как все таки понять что за шрифт перед нами чего от него ожидать на что он похож какая у него будет высота букв и как его можно использовать каждый шрифт можно представить себе вот в трех его состояниях в первую очередь у каждой буквы есть свой скелет это вот та основа от которой строится шрифт например вот заглавная буква В может быть написано так а может у нее верхний и нижний полукруг быть одинаковыми а может быть она вся будет круглая без прямых линий и так далее это скелет та основа на которую мы обращаем внимание в первую очередь во вторую очередь мы смотрим на насыщенность это то насколько толстый штрих нарисован вокруг этого скелета сейчас вы видите что у прямой линии штрих толстый одинаковый а у овалов полукругов шрифт толстый с переходом в тонкий то есть большой контраст между тонким и толстым шрифтом вот здесь и вот здесь то есть скелет насыщенность и затем к шрифту добавляются декоративные элементы засечки вырубки рисунки это буквица может быть которая полностью превратится в какую-то мини иллюстрацию тень обводка и так далее то есть все это уже декоративные элементы которые мало влияют на то как мы работаем с шрифтом важнее всего нам скелет и насыщенность перед вами сейчас шрифты у которых скелеты между собой отличаются только высотой и шириной букв все шрифты даны одинаковых пунктах то есть здесь предположим это размер двадцать восемь пунктов но посмотрите четвертый шрифт при этом выше всех остальных а пятый шрифт при этом шире всех остальных у них разные скелеты и даже при небольших отличиях получается что буквы занимают разную высоту и разную ширину на строчке так давайте посмотрим дальше это у нас то на что влиял скелет на высоту на ширину на место которое занимает каждая буква начертание на что влияет начертание само по себе буквы у нас могут быть просто строчные прописные а вот например третий вариант встречается крайне редко в шрифтах но если дизайнер его предусмотрел это прекрасно капиталь это те же самые прописные буквы но вписанные в высоту строчных букв то у них не будет выносных элементов посмотрите у строчных букв всегда есть выносные элементы у прописных букв таких выносных элементов нет у капители тоже не будет выносных элементов но при этом дизайнер подберет расстояние между буквами правильную высоту правильную ширину чтобы слова написанные капиталью смотрелись хорошо Капитель – прекрасный вариант для акцентов, но, к сожалению, встречается довольно редко. Ниже тот же самый шрифт, но дизайнер предусмотрел сжатый вариант. Буквы становятся немного уже и занимают меньше места. Это удобно в том случае, если у вас много текста, который должен поместиться в определенном отведенном ему пространстве. И наоборот, вариант разреженный, моноширный, когда буквы немного свободнее стоят – это тоже хороший вариант для акцента. Если взять разреженный вариант шрифта и подчеркнуть, например, дополнительно цветом, у вас получится прекрасный акцент. Ну и, наконец, насыщенность шрифта – это вот то мясо, которое дизайнер нарастил на скелете. И обычно выделяют его 9 градаций. Вот этот вот вариант 400 – это обычный нормальный шрифт, которым набираем текст. Вот этот вот вариант bold, extra bold и black – это варианты для заголовка. Вот это, например, тонкие, экстра тонкие варианты – это для подписи к картинкам, для второстепенной информации, которая вроде бы не должна быть, но в то же время не должна притягивать на себя внимание. Чем больше у вас вот таких вот вариантов внутри каждого семейства шрифта, тем богаче вы будете в вариантах использования, в вариантах оформления информации. Поэтому я и говорила, да, что хорошее шрифтовое семейство должно иметь минимум 9 начертаний. Самые лучшие шрифтовые семейства, конечно, имеют намного больше, там может количество зашкаливать из-за 20. Ну и, наконец, последнее, что мы можем сказать о нашем шрифте – это его характер. Характер – это такое чисто субъективное свойство, которое вы определяете сами для себя. И оно желательно, конечно, когда вы выбираете такой декоративный шрифт с характером, чтобы оно согласовалось с темой ваших лет, с темой вашего онлайн-курса. Вот, например, первый шрифт – это стандартный, входящий в пакет Microsoft Impact. Он немножко суженный, он вытянутый по вертикали и очень насыщенный. Прямо идеальный шрифт для написания заголовков. Строгий и в этом в то же время заметный. Второй вариант – это Red Banner. Это стилизация под советские шрифты, вот характерные, да, вот эти вот засечки на буквах О. Он, наоборот, горизонтальный, широкий, спокойный, такой уверенный и при этом очень острый. Здесь мало скрубленных элементов, разве что в самих буквах О и немножко вот в буквах О и мягкий знак. А так это очень острый, агрессивный шрифт. Третий вариант – это скрипт, шрифт, имитирующий почерк. Он, как правило, всегда наклонный, причем бывает наклонный как вправо, так и влево. У них обычно дизайнеры стараются прописать вот эти вот соединения букв, как будто мы пишем ручкой без отрыва. И эти шрифты плохо читаются, они не предназначены для набора большого количества текста, но при этом они очень хорошо идут как декоративные шрифты. Например, такими шрифтами вы можете делать образцы заполнения рабочих тетрадей, образцы заполнения планков. И последний шрифт – это «Агата Модерн». Именно модерновый шрифт, он очень похож на архитектуру того периода, очень похож на плакаты того периода, когда берутся какие-то растительные мотивы и стараются обходиться без большого количества прямых линий. Он подойдет для оформления, например, презентации по истории искусства, посвященные как раз именно модерну. Он подойдет для того, чтобы сделать какую-то стилизованную надпись, плакат для какого-то представления театрального или, например, для какой-то тематической выставки. То есть у каждого шрифта на этом слайде свой характер, и вы можете подобрать тот, который подходит под вашу тему и, может быть, даже под ваш стиль коммуникации. И вот теперь, когда мы знаем о шрифтах немного больше, давайте я расскажу вам о том, как подобрать саму шрифтовую тройку. То есть здесь есть прямо готовый алгоритм, по которому вы можете каждый раз проходить и подбирать шрифтовую тройку, которая будет для вас наилучшим образом подходить. Причем именно для вас я вот даже могу сказать, что разные люди вроде бы для одних и тех же задач будут подбирать разную шрифтовую тройку. Это зависит от их характера, от стиля коммуникации, от, может быть, технических возможностей. Будут они показывать на экране, на компьютере или распечатывать. И каждый человек будет подбирать вот такую собственную шрифтовую тройку. В принципе, это как графологический анализ. Можно многое сказать и о стиле ведения преподавателя по тем шрифтам, которые он выбирает. Начинать мы будем с шрифта для чтения, потому что это наша основа основ. Неважно, делаем ли мы рабочую тетрадь, делаем ли мы какую-то презентацию для домашнего изучения. Будем начинать с шрифтов для чтения. В первую очередь мы подбираем шрифты, в которых нет засечек. То есть нет никаких лишних элементов, которые будут нас отвлекать. Дальше мы будем подбирать шрифт, в котором есть выносные элементы. То есть обязательно смотрим на буквы R, F, U, B, D, чтобы они немножко выходили за границы шрифта. Так, что такое засечка? Давайте я вернусь тогда немного назад. Вот на вот эти вот шрифты. Посмотрите. Сейчас я очищу слайд. И обведу вам на этом слайде все засечки, которые есть. В верхнем, во втором шрифте засечки выполняют роль чисто декоративную. Они придают характер шрифту. Это вот те дополнительные элементы, которые делают шрифт таким агрессивным. В нижнем шрифте засечки выполняют функцию опоры. Шрифт, ножки шрифта, как будто опираются на них. Не то, что отличающиеся. Это вот именно горизонтальные или вот эти вот диагональные элементы, как правило, на конце прямых линий. Вот смотрите. Здесь вот буква K, вот эта, которую я обвела прямоугольником, у нее четыре засечки, на которые опираются ножки. А вот в верхнем шрифте эта же буква K не опирается ни на что. У нее очень толстые штрихи, и ей не нужны дополнительные опоры. То есть они, засечки, как правило, либо горизонтальные, либо под небольшим углом идут. Опора для ножек шрифта. И, наконец, мы смотрим, чтобы в этом шрифте были все буквы и символы, как минимум, кириллицы. Иногда нам будут нужны какие-то расширенные алфавиты, может быть, с латинскими символами, может быть, с какими-то специальными символами. У меня есть семейство любимых моих шрифтов для заголовков. Они прям вот такие вот прекрасные, акцентные, широкие. Они всем хороши, но у них нет буквы и краткая. То есть все буквы есть, а вот и краткая у них почему-то есть только в некоторых вариантах. И когда ты пишешь крупный заголовок, и краткая получается маленькая-маленькая. Это, конечно, очень обидно, потому что само семейство шрифтов великолепное. Итак, подбираем шрифт для чтения. Смотрим, чтобы у нас не было засечек, чтобы у нас были выносные элементы, и чтобы было как можно больше букв и символов кириллицы. Я думаю, вы знаете вот эти проверочные фразы, «Съешь еще этих французских блок чередовый пить чаю», через которые можно проверять, какие символы алфавита есть в шрифте, а каких символов алфавита нет. Вот в качестве примера один и тот же текст написаны четырьмя разными шрифтами. Какой из них, по вашему мнению, больше подходит для того, чтобы набрать текст? Так, давайте разбирать по порядку. Значит, второй и третий, я смотрю, вы отвергли сразу. Ну вот, это как раз очень интересно. Третий давайте мы действительно сразу вычеркнем. Третий не подходит. Это как раз шнурбель, которым написаны заголовки для этой презентации, и он нам не годится. Хотя, конечно, настроение он создаёт. Четвёртый действительно содержит засечки, и он нам не нужен. За счёт засечек шрифт более плотным, более таким рябым, и он хуже читается. Первый и второй вариант. Первый вариант – это «Колибри», как-то стандартный вариант для офиса. Второй – это тоже какой-то из моих любимых основных шрифтов, если не ошибаюсь, «Соломон» или «Опенсанс». Он действительно немножко бредноватый. И вот здесь первый и второй вариант подходят одинаково. Первый вариант будет лучше подходить для небольшого объёма текста. Но если вы напишите им 4-5 абзацев, он будет очень тяжёлым, слишком чёрным, слишком отвлекать на себя внимание, слишком перегружать глаза. Если много текста, то лучше взять второй вариант. То есть, если вы, например, целую страницу собираетесь заполнить текстом, лучше взять его, он полегче, и глаза будут уставать меньше. То есть, от объёма текста тоже зависит многое. Он читаемый, его надо взять больше. Это 18-й шрифт, он слишком мелкий для слайда. То есть, его нужно увеличить. Я специально поставила их меньше, чтобы вы смотрели на то впечатление, которое производит абзац, а не читали сам текст. Можно взять первый шрифт, но тогда его нужно сделать не чёрным, а тёмно-тёмно-серым. Тогда глаза уставят меньше. То есть, первый и второй вариант, в зависимости от того, что вы хотите. Написать один абзац или написать 15 абзацев. Конечно, у первого шрифта можно сделать его тёмно-серым. Второй шрифт однозначно нужно увеличивать размер текста. Всё-таки 18-й это слишком мало. Тем более, в вебинарном окне он кажется ещё меньше. На весь экран, когда я включаю презентацию, он ещё читается. Здесь, конечно, он слишком мало. Так. Теперь, когда мы выбрали шрифт, с которым мы будем работать, с которым мы будем писать основной текст, теперь мы подбираем к нему контрастный шрифт-заголовка. То есть, контраст здесь ключевое слово. Нам нужно именно, чтобы шрифты между собой отличались. Как мы будем подбирать контрастный шрифт? В первую очередь мы посмотрим на буквы О. Они могут быть овальные, они могут быть круглыми. Например, вот в этом шрифте, который я сейчас использую, в проксе именово, буквы О овальные. Они немного сплющены с боков. Шрифты с разными буквами О плохо смотрятся вместе. Если вы возьмёте О овальное и О круглое и поставите эти шрифты вместе, даже вот так подсознательно человек увидит, что что-то не то, что-то не так. То есть, в первую очередь, смотрим на буквы О. Дальше шрифт-заголовка у нас должен быть всё-таки с характером. Он должен быть выразительным. И, наконец, мы смотрим, чтобы у этого шрифта была высокая насыщенность букв. То есть, чтобы элементы, которыми написаны буквы, прямые линии, круги, овалы, чтобы они были толстыми, чтобы они были насыщенными и хорошо читали с большого расстояния. Прошу прощения, видимо, у меня прервалась. Здесь я взяла второй шрифт, тот, который вы сказали, что он слишком бледный, и добавила к нему заголовок. Опять же, для того, чтобы мы посмотрели на контраст между текстом и заголовком, а не на саму информацию. Сейчас достаточно ли контраста между заголовком и текстом? Подходит ли буква «О» друг к другу? Есть ли у заголовка характер? То есть, какие из этих трёх правил выполняются, а какие нет? Если вы обратите внимание на те же самые буквы «О», на первый пункт вы увидите, что здесь он круглый, а здесь «О» вытянутый. Это уже не очень хорошо подходит. Контраст есть. Он такой очень мягкий, очень смазанный контраст. В основном из-за формы букв. Например, и вот здесь вот острый, а здесь и сглаженный, ближе к рукописному. Но характера у этого шрифта нет. Он тоже такой сглаженный. Он может подойдёт на текст, но для заголовка он недостаточно выразительный. Давайте посмотрим другой вариант. Шрифт для текста я оставила тот же самый. Поменяла шрифт для заголовка. Что здесь так, что здесь не так? Контраст есть между прямым шрифтом и наклонным, между рукописным и печатным. То есть сам контраст есть. Характер есть, потому что это рукописный шрифт. Да, правильно. Недостаточно именно насыщенности. Он недостаточно яркий. Вот третий вариант. Здесь буквы О такие же круглые, как в основном тексте. Он сам по себе очень насыщенный. И у него есть вот такой вот характер. Он написан как будто немножко потёртыми буквами, как будто надпись уже сама по себе стёрлась. Подойдёт, конечно, не для всех вариантов. Да, это хороший декоративный шрифт, но не везде он применим, не везде нам нужен вот этот вот налёт винтажа. Да, налёт, что уже где-то надпись потёрта. Хорошо. Теперь у нас есть два шрифта. И мы подбираем теперь третье начертание. Проще всего работать с первым шрифтом, с тем, который мы выбрали для текста. Если у вас позволяет шрифт заголовка, то есть если там тоже большое шрифтовое семейство, вы можете менять параметры не шрифта для текста, а шрифта для заголовка. Какие параметры мы можем поменять? Насыщенность, наклон, цвет и капс, то есть строчные прописные буквы. Из вот этих вот четырёх вариантов, наверное, самый простой и не вызывающий никаких сомнений и вопросов, это цвет. Поменять цвет шрифта довольно просто. Подбираем контрастный. К серому чёрный, к чёрному красный и так далее, тому подобное. То есть мы просто можем подобрать контрастный цвет, в общем, цвета в вашей презентации, и таким образом обеспечить акцент. Но для того, чтобы создать хороший контраст, нужно поменять не один параметр, а два из этого списка. То есть на цвет и, например, насыщенность. Или, например, наклон и капс. То есть выбираем из этого списка два параметра и их меняем. Но тут сразу возникает вот такая вот маленькая проблема, на которую редко обращают внимание. Пакеты Microsoft Office приучили нас к тому, что мы в любой момент можем нажать вот на вот эти вот кнопки и получить шрифт с другой жирностью и шрифт с другим наклоном. Так, специфика именно экранных шрифтов для восприятия с экрана проектора-монитора или когда шрифты мыло. Да, это именно шрифты для того, чтобы смотреть их с экрана. Когда мы читаем с бумаги, лучше шрифты с засечками. На бумаге они, наоборот, позволяют цеплять взгляд. Чем дальше развивается техника, тем больше вот таких вот вариантов. И даже появление смартфонов привело к развитию новых шрифтов. То есть те же самые гротески без засечек, но все равно появились новые варианты, чтобы они лучше читались уже именно с экрана телефона. Потому что отображение лучом света проектора, отображение пикселями монитора, отображение, например, электронными чернилами в электронных книгах, это все совершенно разные вещи и они требуют совершенно разных шрифтов. И вот семейство шрифтов без засечек, о которых я вам сегодня говорю, те, за которые я агитирую, это те, которые в общем и целом подходят лучше для проектора и монитора. Конечно, не без исключений. Когда мы проводили платный курс, мы говорили о том, что есть еще отдельное семейство шрифтов, слаб сериум. Это специальные шрифты с засечками, которые прекрасно читаются с экрана. Ну, давайте вернемся к Microsoft Office. Итак, и Word, и PowerPoint приучили нас к этим двум кнопкам, к тому, что любой шрифт в любой момент можно сделать насыщенным или можно сделать его курсивом. И это, наверное, самый такой страшный грех, который есть за офисным пакетом Microsoft, потому что об этих кнопках надо забыть, как о страшной сне, и никогда их не использовать. Они уродуют шрифт, механически его наклоняя, механически его делая жирным. Вот посмотрим простой пример. Текст, написанный шрифтом, первый вариант. Текст, написанный этим же самым шрифтом, этим же самым размером и с нажатой кнопкой жирности. И этот же самый текст, где выбран просто более насыщенный вариант шрифта из семейства. Чтобы вы понимали, куда смотреть, во-первых, обратите внимание, что второй абзац смотрится более сжатым, не таким свободным по сравнению с третьим. А вы, Екатерина Борисовна, обратите внимание на букву И. Она просто механически стала толще, и символы буквы И склеились между собой. Когда вот здесь дизайнер предусмотрел, что буква И должна быть более свободна. Точно так же буква А. Она стала более такой сжатой, немножко искользилась. В букве М появился, смотрите, паразитный выносной элемент. За счет того, что сделали просто более жирным шрифт, у нее хвостик буквы М ушел под строчку. И вот такие вот мелкие вещи, они влияют на восприятие шрифта. К тому же, посмотрите, просто нажатая буква Ж дает разницу, примерно равную между соседней насыщенностью. То есть, например, 400 и 500. А вот здесь вот я, например, поставила жирность 600. То есть, вот здесь верхняя это 400, 500, 600. А ведь в семействе шрифтов есть насыщенность 700, 800, 900. Еще более жирные, еще более насыщенные варианты. Так, PowerPoint не предлагает все семейство посмотреть. Это, опять же, проблема того, что программы, вроде бы предназначенные для работы с текстом, не имеют инструментов для работы с текстом. Он не предлагает посмотреть семейство. Он каждый шрифт в семействе, каждое начертание выдает отдельной строчкой. Об этом мы поговорим вот сейчас, чуть позже, когда закончим с жирностью и с наклоном. Это тот же вариант с наклоном. Здесь уже немножко другой шрифт я выбрала. Это Fira. Она идет точно так же в разных начертаниях. Первый абзац я написала самим шрифтом. Для второго я нажала букву К курсив. А третий абзац написанный наклонным начертанием самого шрифта. Посмотрите, он меньше, менее наклонный. Он не настолько свален вправо. И буквы снова перерисованы. То есть это явно один и тот же шрифт узнаваемый. Но при этом форма букв не исказилась. А из-за искажения формы букв появляются неприятные промежутки. Например, в слове «текст» ТЕК стоят друг к другу ближе, чем буквы КСТ. А вот здесь вот в начертании шрифта такого нет. Все буквы, например, на одинаковом расстоянии. Если вам механически кажется симпатичнее, значит уже просто сломана насмотренность. Вы привыкли к таким вариантам. Здесь нужно снова перезагружать взгляд. Нужно снова смотреть хорошие дизайнерские работы. И как раз вы спрашиваете про исследование по восприятию текста. Я думаю, есть смысл почитать книги по подбору шрифтов. Они, конечно, в большей степени на английском есть, на русском. Если у вас есть мой адрес электронной почты, обратитесь, пожалуйста. Я вам вышлю пару PDF-ов, чтобы вы могли посмотреть дизайнерские работы и советы дизайнеров как раз исследования по читанию шрифтов. У меня есть такие, какие-то, которые... Так. Ну и, наконец, то, что мы говорили про разреженные начертания. Это один и тот же шрифт, опять же, но написанный разреженным шрифтом и сжатым. И даже дизайнер предусмотрел экстра сжатый вариант шрифта. То есть вот эта строчка написана. Первое предложение сжатым, второе предложение экстра сжатым. Это как раз, знаете, тот случай, когда нужно умереть и встать, но уместить текст в одну строчку. Экстра сжатые шрифты – просто наш выбор. Особенно часто, если вы обращали внимание, они используются в титрах кино, когда информации много, экрана мало. И как раз для кино, для кинотитров разработаны специальные шрифты. Я напишу свою почту в конце вебинара. Хорошо? Ну, а сейчас мы поговорим про коллекции шрифтов. Собственно, про то, где эти шрифты доставать, как их брать и что с ними делать дальше. Обычно коллекция шрифтов на нашем компьютере выглядит так вот. Это системная папка шрифты, где установлены все шрифты. И, как видите, здесь у нас довольно большая свалка. Например, вот эти вот шрифты серым цветом, у них нет кириллицы. Это именно арабские шрифты, которые поставили вместе с системой. Их теперь ударить нельзя, но использовать тоже нельзя. Некоторые шрифты выглядят нормально, но в них тоже может не быть кириллицы. Видите, здесь написано АБГ. А вот у этого шрифта АБФ, то есть русские символы. Значит, у верхнего нет кириллицы, у нижнего кириллица есть. Вот так вот с топочкой листов выглядят шрифты, у которых скачено и установлено на компьютер все семейство. То есть здесь не один шрифт в одном начертании, а один шрифт в нескольких начертаниях. Например, за таким символом может скрываться как два начертания шрифта, так и 22. То есть с первого взгляда вы снова не сможете определить, что у вас хранится. Дизайнеры обычно пользуются специальными программами. Это, например, Nexus Phone, бесплатная программа, которая позволяет работать с шрифтами. Во-первых, оно показывает сразу, как они будут выглядеть в документе. Во-вторых, вы можете написать сразу свой текст, а сравнивать шрифты лучше сразу с тем текстом, который вам нужен. И вы можете посмотреть сразу, как будет выглядеть. В-третьих, вы можете создавать какие-то наборы шрифтов. Например, вот эти пять шрифтов я использую для презентации, а вот эти шесть шрифтов я использую для печатной продукции. Так, если установить новые шрифты дома и использовать, а потом демонстрировать на другом компьютере, шрифты не отобразятся. Для этого есть два варианта. В первую очередь, вы можете сохранять презентацию со вшитыми шрифтами. Она будет тяжелее и будет медленнее открываться. Но при этом все шрифты перенесутся вместе с презентацией, и вы будете показывать так, как оно предусмотрено. Во-вторых, вы можете использовать тот метод, которым пользуюсь я на вебинарах. То есть вы понимаете, что вот эта вебинарная комната все красивые шрифты не поддерживает. Да, Екатерина Абаристовна, вы правы. Я сохраняю всю презентацию как набор картинок и потом собираю новую презентацию из картинок. То есть вы будете скачивать вебинарную презентацию в формате редактирован, а показываю ее вам как просто набор картинок. Да, Павел Юрьевич, третий вариант – это сохранить презентацию как PDF. PDF при этом берет все шрифты и сохраняет их просто как векторные изображения. То есть вариантов у нас на самом деле три. Внедри шрифты в презентацию, сохранить презентацию как PDF и сохранить презентацию как картинки. Для тех, кто не работает со шрифтами постоянно, нет смысла ставить вот эти вот программы для работы с коллекциями шрифтов. Им можно пользоваться онлайн-инструментами. Самый привычный, самый удобный из них – это Google Fonts. Это коллекция бесплатных шрифтов, очень качественных, очень хорошо подобранных, с большим числом начертаний, которые вы можете использовать в своих работах. У Google Fonts есть возможность фильтровать шрифты. Например, в разделе «Язык» выбрать только кириллицу. Я еще выбираю в разделе «В настройки» ставлю количество начертаний, то есть от 9 и больше. И вы можете сразу написать вот в одном из полей свой текст и смотреть, как будет выглядеть именно ваш текст, написанный этим шрифтом. Предположим, вы написали текст, пролистали подходящие шрифты, и вам один из шрифтов понравился. Если вы наведете мышку на карточку, у вас будет здесь сразу возможность посмотреть, как будет выглядеть этот шрифт в другом начертании. Вот здесь сейчас «Regular 400». Вы можете поставить сразу жирный шрифт «Заголовка» или только шрифт подписей. Попробовать разный размер – 24 пункта, 40 пунктов, 16 пунктов, и сразу посмотреть, насколько будет шрифт «Читаемый». Если вам шрифт подходит, вы можете нажать на его название или вот здесь вот на красный текст, открыть страницу шрифта и перейти уже, собственно, к самому изучению шрифта. То есть вот это вот «Монсеррат», альтернативная версия «Монсеррата», разработанная в том числе российскими дизайнерами для поддержки кириллических шрифтов. Можно почитать об авторах, можно посмотреть все символы, которые входят в шрифт. Если нажать вот это на плюсик, выбор этого шрифта, он у вас уйдет в копилку, то есть появится дополнительное окно сверху, оно будет свернуто, пока оно вам не понадобится, и в нем будут храниться все выбранные вами шрифты. Но это не самое главное. Нам же важно, нужен не один шрифт, а нужна шрифтовая тройка. И вот если вы пролистаете спецификацию шрифта ниже, у вас появится экран «Подбора шрифтовой пары». Вот здесь, слева в колонке, вы можете щелкать на название шрифтов и будете видеть, как они будут смотреться в сочетании текста. То есть сейчас «Монсеррат» сверху, заголовочный, ниже шрифт, просто «Монсеррат» обычный, не альтернативный, как текст. Можно поменять их местами, можно щелкнуть, например, на робота и посмотреть, как будет смотреться в «Монсеррат» интернате в сочетании с робота. Какой вариант вам понравится, при этом с ним снова щелкаете вот этот вот значок плюсика, и он уходит к вам в окошко выбора шрифтов. Окошко выбора шрифтов, как я говорила, свернутое. Если щелкнуть по заголовку, оно разворачивается, и здесь у вас есть возможность шрифты скачать. То есть вот здесь вот кнопка «Закачки». Все шрифты, которые вы выбрали. Закачивая шрифты, вы получаете вот такую вот папку «Архив». Это не одно начертание, это сразу все шрифтовое семейство. То есть если архив открыть, у вас здесь будет 18 начертаний шрифта. Правда, великолепно? Все сразу уже в одном месте. Вы выбираете один шрифт, или все сразу, щелкаете, открываете их. И вот в системном окне установки шрифт устанавливаете. После этого в PowerPoint, в Word, во всех программах у вас будут они отображаться как 18 строчек. Например, в Photoshop, в Illustrator у вас будет отображаться как одна строчка, и в выпадающем окне рядом 18 начертаний. В офисном пакете у вас этот шрифт займет 18 строчек. Это неудобно для работы, я сожалею, но других вариантов офисные пакеты нам не предоставляют. Итак, мы с вами сегодня пробежались по основным требованиям к шрифтам, которые нужны нам для экранов и для презентации. Я рассказала, как можно подобрать шрифтовую тройку. В этот алгоритм вы можете повторить еще раз, скачав презентацию с этого вебинара. И показала, как создавать собственные коллекции шрифтов. То есть тот же Google Fonts, скачиваете пару подходящих вам шрифтов и затем устанавливаете их на компьютер и пользуетесь ими столько, сколько вам необходимо. Обращайте внимание, что Google Fonts периодически пополняет свою коллекцию, и вы можете периодически возвращаться к нему и находить что-то новое и интересное. А сейчас я жду ваших вопросов и скидываю вам свой почтовый адрес. Если у вас какие-то вопросы будут сейчас, вы можете писать их в чате, и я уже буду в чате на них отвечать. Мария Георгиевна, я не согласна, что это в большей степени для дизайнеров. Я сама не дизайнер, но со шрифтами мне приходится довольно часто сталкиваться, и поэтому я начала в этом разбираться. Я считаю, что у меня знания по шрифтам не очень большие, но информации очень много, мне много лет пришлось по этому всем разбираться, чтобы сейчас не тратить время на подбор каких-то шрифтов. И в шрифтовые токи какие-то готовые такие вот сочетания, это просто находка, можно сразу скачать и не мучиться, и не подбирать их каждый раз. Да, я тоже именно для библиотеки начинала вот эту подборку, потому что книжная выставка, нам нужен заголовок, который будет размещаться сразу в трех стеллажах. Сколько раз нужно нажать на кнопку «Ж», чтобы шрифт стал достаточно жирным. Правильный ответ – «Нисколько», давайте искать другой шрифт. Да, преподавателю нужно тратить минимум времени, поэтому вы вот так вот один раз сели, потратили 20 минут на то, чтобы подобрать хорошую шрифтовую тройку. И пользуетесь ей уже постоянно. Вот у меня тоже есть какие-то вот такие готовые наборы, я их прям просто сохранила в PowerPoint, сохранила в Word, вот эти вот наборы, просто одним нажатием кнопки мышки они применяются. Точно так же в Google Doc, как у меня тоже есть вот такой очень привычный мой набор, и я все документы сразу оформляю с его помощью. Так, где посмотреть рабочие шрифтовые тройки? Отличный, прекрасный вопрос. Так, сейчас я скажу вам, рабочие шрифтовые тройки, есть прекрасный сайт, сейчас я скину его ссылку. Там есть возможность просто как бы обновлять страничку и смотреть интересные варианты. И с этого сайта есть готовые ссылки, которые ведут уже на Google фонд, где можно это все скачать. Так, сайт называется фонд-генератор. Здесь вы можете установить какие-то три шрифта, установить, либо нажать на кнопку random, случайную подборку шрифтов. И затем, меняя ползунки на втором этапе, где написано вариации, вы просто выставляете ползунок, и он вам показывает, как будет выглядеть страница, оформленная с помощью этих шрифтов. То есть, картинки, подписи к ним, заголовок, выноски текста, ссылки внутри текста и так далее. В правой колонке есть ссылки на Google фонд, можно сразу эти шрифты скачать. К сожалению, не кириллица. Ну что ж, спасибо вам большое за внимание. На этом я с вами прощаюсь. Дорогие друзья, давайте поблагодарим Анастасию за замечательный вебинар. Хочу вас тоже поблагодарить за активное участие. Типографика – это любимая тема и очень важная тема, на которую, к сожалению, многие не обращают внимания. Я надеюсь, что после этого вебинара вы более ответственно будете подходить к вопросам отображения текста в своих презентациях. Спасибо за это, Анастасия. Ну что ж, всем спасибо. Я выше разместил ссылку на то, что, и вот еще раз повторяю, что сертификаты выданы, и вы можете их приобрести, если это вам необходимо. Ну и давайте я размещу информацию о следующем вебинаре Анастасии. Одну минутку. Сейчас я найду этот вебинар. И размещу ссылку на него. Регистрируйтесь прямо сейчас. Вот она, эта ссылка. Следующий вебинар у нас пройдет 12 марта. И будет называться «Иллюстрации, фотографии, иконки. Создаем стильные презентации». Ну что ж, всего вам доброго, хороших выходных. А на следующей неделе с новыми силами приходите в Директ Академию. Будет снова интересно. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»